Привет всем! Вы на канале Валари Лайф. Сегодня я сниму очень коротенькое видео о своих покупках с сайта Алиэкспресс. Я прикупила всякие женские штучки, женские вещички, которые хочу вам показать и порекомендовать или не порекомендовать. Так что, если вам интересно, что же я прикупила, оставайтесь смотреть. Примерно в начале сезона, в начале летнего сезона я рискнула и заказала себе два купальника с Алиэкспресс. Девчонки, купальники пришли в вот таких прикольных розовых сумочках. Очень круто упаковано, мне очень понравилось. Также в каждой сумочке был небольшой подарок. Это резинка для волос и маленький браслетик. Но самое главное, это купальники. Конечно, заказывать белье или купальники с Алиэкспресс это безумный риск. Но мне, честно говоря, повезло. Смотрите, первый купальник. Это вот такой серо-голубой купальник. Это совместный купальник. Вот такой купальник. Совместный купальник. Он очень классно сидит. Я угадала с моделью. Но самое главное, у него очень мягкая и очень приятная на ощупь ткань. Единственное, что у него есть вот эти металлические аксессуары. Ну, девчонки, это такая ерунда. Даже если они потемнеют, а они, конечно, потемнеют, их будет очень легко снять. Второй купальник, это раздельный купальник. Он в черно-белом цвете. Вот так он выглядит. И обычный бюстгальтер. Что я вам хочу сказать. Здесь ткань более плотная. Она не такая мягкая. Она не такая приятная, как у первого купальника. И вот эта прошивка не очень аккуратная. Ну, так, знаете, для разнообразия пойдет. Но если бы у меня был выбор в магазине, то я, конечно, взяла бы вот серый купальник. Черный бы взяла навряд ли. Но уже, уже есть. Следующим моим приобретением было нижнее белье. Это, конечно, безумный риск. Тем более, когда ты покупаешь бюстгальтер. Но в этом году актуально носить вещи без белья. Ну, или что-нибудь вот такое открытое. Смотрите, девчонки. Это вот такие легенькие. Я купила в двух, два цвета. Черный и белый. Очень тоненькое окружево. Легенькие такие треугольнички, которые вам ничего держать не будут. Они просто слегка прикроют. Если у вас какое-нибудь прозрачное белье, ой, белье, господи, если у вас какая-то прозрачная одежда или более открытая одежда с открытой спиной, потому что сзади, смотрите, маленькая полосочка и все, то этот бюстгальтер подойдет идеально. Но, девчонки, у кого пышная грудь, забудьте, этот бюстгальтер ничего не держит. Он только слегка прикрывает. Поэтому для счастливых обладателей с пышной груди эти штуки не подойдут. Подойдет вот такой бюстгальтер. Вот такой бюстгальтер. Он сплошной, он без застежки. Здесь резинка. Но я вам так скажу, девочки, мне он не понравился. Не понравился, потому что сшит довольно-таки грубо. Как всегда, он божественно смотрелся. Он очень круто смотрелся. Вот эти кучи всяких завязочек, каких-то резиночек, которые не нужны, они только его делают более грубым и некомфортным. Короче, может быть, если бы у меня была более грубым, более некомфортным, если бы у меня была пышная грудь, то он бы лучше смотрелся. Но все равно, даже для пышно-грудок девчонок я его не рекомендую. Качество, плохое качество, девочки. Следующее приобретение, это вот такая гирлянда, которая работает от батареек. Это светодиодная гирлянда. У нее всего лишь два режима. Флэш-режим, то есть мигающий. И постоянно горящий. Как я ее использую? Я могу ее использовать как ночник по настроению, если мне нужен ночник в спальне. А в идеале эти гирлянды использовать как украшение на Новый год. Плюс их заключается в том, что они на батарейке. То есть не нужно привязываться к розетке. И они очень легкие и потребляют очень мало энергии, потому что это светодиод. То есть вы можете украсить, господи, даже не знаю, что, может быть, какой-то цветок или какое-то а-ля дерево. Вот у меня есть китайская роза. Я, возможно, на Новый год буду использовать ее как дополнительную елку. Ну, посмотрим. Рекомендую. Ну, даже не знаю. Такое, честно говоря, это ненужная покупка. Вот так, если правду в глаза. Если нужна какая-то декорация, то это удобно. То, что ты не привязываешься к розетке. Соответственно, нет дополнительных шнуров. А так, девочки. И еще небольшое приобретение. Это вот такая бижутерия на цепочке, на длинной черной цепочке. У меня просто вообще нет черной бижутерии. Я решила себе ее приобрести. За что я люблю длинную бижутерию? За то, что ее можно одевать на теплую одежду, а-ля водолазка или какой-нибудь легкий свитер. Вот для этого она приобретена. В комплекте к ней я решила приобрести вот такие сережки, также с черными цепочками. Как долго она будет служить? Ну, как любая китайская бижутерия, служить она будет недолго. Потому что вот эти золотые крепления, они быстро сотрутся и придут в свою негодность. Ну, на пару раз одеть, хотя ждать целый месяц для того, чтобы одеть пару раз. Не знаю, рекомендую, не рекомендую. Это смотрите сами. Ну, ну вот и все, мои дорогие. Как я обещала, видео очень короткое. Подведу итоги от совместного купальника. Я просто в восторге. Мне очень нравится ткань. Мне очень нравится цвет. Выгорит он или не выгорит. Казать сложно, потому что у меня огромное количество купальников. И он просто не сможет в этом году быть так долго на солнце для того, чтобы выгореть. И также мне понравились мои кружевные треугольнички, которые я в этом году просто ношу, не снимая. Потому что очень много такой одежды, где не хочется одевать белье. И было очень сложно собрать вроде бы как небольшую вот эту сумочку с покупками. Потому что постоянно вся эта, ну, так называемая одежда была в обороте, в использовании. Как всегда, если вам что-то понравилось, все ссылки я оставляю в инфобоксе, то есть под этим видео. Если вам интересно, то зайдите, посмотрите, сколько это сейчас стоит и какие расцветки есть. Ну, а так я с вами прощаюсь. Всем хорошего настроения, хорошего окончания лета. И до новых видео. Пока.